и последнее это вот эти наши релизы переиздания принципе наверное основное событие почему у нас проходит такая сильная встреча формате творческого вечера у нас как так получилось что это уже у нас не первое переиздание мы всегда почему-то их сдаем вот вот вы сразу не знаю почему но так завелось у нас с фирмы союз и два альбома которого только что переизданы это первый альбом доходный альбом называется замечательных мужчин центр 86 года называется диджи паки вот тут значит площадь гагарина но это не из-за дтп на резком проспекте там просто жил когда-то писалось у меня окна как раз они уходили вот и в народе в народе там на районе память назывался штопор встретимся у штопора вот ну и тут мой такой как бы пояснительный текст воспоминания о том как альбом был записан интересно вот для меня тоже когда вот это мы готовили этот релиз или делать там новый мастер аудио всякую реставрацию что вот альбом перед этим центр был признаки жизни который тоже вот недавно переиздался и между признаками жизни и вот этим альбомом ну наверное прошло максимум полгода по стилю это просто небо и земля ну лично для меня если признаки жизни он был более такой какой-то традиционный рок ум если можно так сказать то вот это такое же какой-то навороченный там постпанк и в это даже какая-то электроника тут появилась буквально вот течение шести месяцев я стал писать и записывать такие песни на и и вот это первый альбом 86 года где я сам студийным продюсером то есть я уже сам записывался у нас был андрей пастернак вот этого который помогал написать первые самые альбомы вплоть до признаков жизни а вот начинают отсюда это мой был первый опыт как вот такого музыкального продюсера своего же этого ансамбля трудно найти фотографии тех лет вот нашел фотографию отдохнули где-то 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 в гостях если вы помните долгое время видеомагитофоны были у всех помнишь такое время у кого там заход спортсовщик еще который так который вверху открывался открывался кверху туда вот как разум здесь я чуть-чуть смотрю вполне возможно я смотрю как он фильм прембо и какой-то концерт какой-нибудь группы типа дай раз трейтс вот так что тоже исторически такие фотографии этого что касается этого альбома этот альбом кстати говоря тоже интересен тем что тут несколько песен есть которые были использованы как демо для альбома сделано в париже то есть мы продюсер максим шмид когда мы отбирали треки что записать для альбома который потом в результате назван сделано в париже вот тут они есть изначальном оригинальном звучание записи как я записал сам есть турбиневские женщины еще парк пара вещей которые потом перезаписаны были во франции на альбоме сделано в париже то есть это альбом 86 года и и второй релиз переиздания как ты вот я сегодня вам покажу это альбом называется очищение альбом 88 года я его написал практически все песни я написал во франции то есть как раз вот этот альбом я песню сочинял когда я сидел дома вечерами после записи в студии вот этого любом сделано в париже я в париже купил недорогой ролланд синтезатор d20 назывался и в нем был такой простенький секвенсор с наушниками у меня на окне он стоял на подоконнике дело было летом в париже и вот практически все песни которые на в этом альбоме есть а я сочинял в париже и как бы ознакомливаясь с этим новым по тем временам синтезатором значит синтезатор выпуска года 87 раз я уже купил вот соответственно и и на нем же тут очень много много звуков из этого ролла до 20 на этом же альбоме и получается что у меня есть некоторые альбомы песни которую я написал или на гитаре только на гитаре это допустим а здесь только вот на клавиш и поэтому тоже как бы накладывает отпечаток по пустили и по звуку этих этих трек этот альбом в москве значит когда уже вернулся в москву я записал в той же студии с николиной горе где полугодом раньше я помогал группе звук ему записывать их первых и на льбом простые вещи задачу саши лепнистского втором этаже и у него дома оборудовал студийный такой опционное помещение чем такое что знаете вот такой простенький звукоизоляции было бы пустые к эти коробочки для звукопоглощения врач делать такие стены там были вот и была возможность я извиняюсь вот и в той же значит студии группы звуки моса шлипницкого я привез вот эту сумму с это писалось уже у меня был свой восьмиканальный магнитофон fostex который на обычную катушку писал 8 каналов и к нему еще был пульт вот и в записи еще у меня был этот rx5 драм-машина она еще с элементами синтезатора yamaha чего еще у меня был у меня был секвенсер alessis один из первых секвенсеров alessis такой серого цвета потом всякие обработки такие небольшие рэки и и когда я приехал из франции и показал вот эти наброски этих песен музыкантам центра это уже как бы вот состав центра к конца 80-х годов оставшиеся члены группы встретили этого вообще без энтузиазма потому что это одна электроника я так что-то набросал и показывал же им еще на этом же синтезаторе на этом и люди вот и когда дело дошло до записи они типа как так упразднились даже не хотели это принимать честь и говорят ну а чего нам там играть на гитарах у тебя там одни синтезаторы поэтому на этом альбоме вообще нет гитар все вот одна скажем так одна электроника и я в то время дружил с клавишником который был какое-то время в группе николай коперник его зовут игорь лень я не знаю помните вы не помните леня вот потом он перешел в эти филармонические по-моему с вайку или даже играл какое-то время с кузьминым но с играми я дружил вот по поводу всяких новых электронных альбомов мы с ним слушали как-то обсуждали нас примерно были одинаковые вкусы вот на электронную музыку вот 80-х годов и 70-х годов и я ему сказал что у тебя сейчас будут писать этот альбом и хотела ли бы ты подключиться в качестве клавишник он очень техничный хороший клавишник плюс там он еще закончил консерваторию по классу района вот у него как-то совпало что вот он по его там графикам был в доступе и вот я он и вот этот наш барабанщик Саша Васильев который занимался программированием барабанных партий на этом довольно таки сложным по тем временам вот этот барабанных связателей Yamaha RX 5 вот и записали ему этот весь альбом по-моему там за две ночи и мы как-то соединили через миди уже вот значит все они были с опциями миди знаешь такой миди? кто не знает миди это опция на всяких синтезаторах и других устройствах музыкальных когда они могут друг с другом разговаривать управлять друг другом или там выполнять какие-то команды которые один что-то делает но потом что-то меняется никто не знает про что было понятнее о чем речь и вот и мы закоммутировали все что было через это миди и часто все это глючило зависало и вот этот Yamaha RX 5 он в очередной раз завис а когда это зависает единственное что делал из розетки надо вытыкать и все опять заново запуска надо выключить потому что никаких там это уже завис и вот в очередной раз он завис и из него пошел какой-то такой грув сам он стал выдавать там что-то заклинило а какие-то еще мои что-то там еще делал и миди из-за того что из него идет миди от этого грув он еще из этого рулонда что-то там брал какие-то звуки и вот этот трек который здесь называется говядином там кажется я объелся говядиной он в принципе построен вот на этом груве на зависших вот этих агрегатов потому что сам бы я такой бы не сделал а есть CD-плеер вот поставь я просто сейчас продемонстрирую я могу сказать я так сидел программировал там каждую ноту все метод проба ошибок он просто завис из него пошел этот звук вот сейчас он драмат эта песня говядина называется трек сейчас скажу четвертый вот 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 а потом лень просто сверху нога вот а вот этот сам гру это вот из зависшего вот этого вот это вот вот это вот это вот это вот и вся песня практически я не могу не восстанье за стола у меня другая музыка была песня на текст был а темп тот же темп правильно и темп то сохранил он и стал заводить и дело кончилось тем что потом когда мы выключили а этот грунт записывался на пленку вот это все вот это вот это что-то вот это вот это то есть когда мы переписали вот это все и я его выключил все и следую ну и следую все но не было ни сэмплеров ничего ну куда бы это уже добавили а вот она опять пошла так что такие курьезы так часто бывает кстати говоря не только музыкальной композиции но это плане того что любой более-менее понимающий долг современной композиции какой-нибудь преподаватель будет говорить вам что обязательно обращать внимание на всякие ошибки на всякие вот эти какие-то непредвиденные случаи что происходит обращает это неспроста это все происходит да потому что многие открытия были сделаны в электронике вот я точно знаю что допустим кто понимает во всяких вот этих студийных аудиоагрегатах есть такой прибор называется эксайтер не знаю слышали не слышали вы кто знает ну эксайтер он делает что он как бы улучшает звуку там у него низких добавляет там несколько ручек на него теперь они еще даже в софт в софтерных вариантах есть то есть поприятнее начинает звучать аудио вот такой какой-то хитрый хитрый эквалайзер так вот он появился только из-за того где-то что-то сгорело там что-то инженер дел так делал что-то другое у него там что-то замкнуло что-то сгорело но он прислушался что-то звук пошел какой-то да он тоже с каким-то этим значит вот этим с какими-то этими платами чего-то делал с микросхемами и он прислушался и стал как-то обращать на это внимание и в конце концов появился вот этот эксайтер только из-за того что-то замкнулось сгорело задымилось что-то вырвал и вот пошло вот вот такой альбом а также вот здесь я тоже просил Игоря Лени который же давным-давно живет в окрестностях Лос-Анджелеса в районе Лонг-Бич вот чтобы он нашел какую-нибудь фотографию тех левых вот и вот это Игорь Лени как раз образцов тогда какого-то восемь с какого-то там года так что вот дизайнер это тот же дизайнер Сергей Сенцов вот это сделает обложка тот дизайнер вообще всех наших релизов на Союзе это один тот же наш Сережа Сенцов делает опять оформление ну тут нетронно догадаться это оформление сделано в стиле книжек ЖЗР вот это знаменит Советский Север наверное у всех пока и до сих пор есть но это вот такой классический СССР в СССР так еще не производил вот насчет переиздания можно? да вот сейчас вышли альбомы песни Мисонского не вошло вот вы в своем блоге объяснили что там денег куча да что-то требует а какие шансы на выход альбома любимые песни? никакого никакого я даже его и не пытаюсь выпускать а даже так дело в чем что то вот это потому что вот это все вот это все выпускается на лейбл да, понял официально контракты деньги все нормально? вот тут все реквизиты адреса ну это абсолютно легитимный релиз так соответственно если там какая-то есть песня где автор не я допустим чужая так нужно брать разрешение у правообладателей в основном это уже какие-то отпрыски тех людей которые это написали потому что они там умерли допустим вот а эти люди которые обладают этими правами когда к ним обращаются так официально у них в голове просто там нули они думают да, сейчас мы тут я не буду называть цифры которые значит были предложены оплатить нам за эти треки это не только с Высоцким у нас еще на альбоме тяга техники там была песня Вертинского вот ее тоже нет на переиздание потому что теперь это внучка Вертинского да дочка она дочь 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 Анастасия да ну в общем короче говоря и сын Высоцкого они как бы вот являются этим кому обращаются и то что они предлагают меня совершенно это не устроило потому что во-первых эти вот все альбомы были записаны в СССР как на андеграундные какой-то это деньги на это не делались нет не то что тогда тогда рушится вот эта вся вообще концепция вот этого монитофонного альбома вот а я еще спросил там какую-то такую ну скажем так неровную сумму попросили по Obrigio ну обычно бывает с ноликом да там и хотя бы на 5 заканчивается а тут какая то такое число я говорю а почему такое число а потому что их там трое Трое я посчитал на трое их делится Любимых песен точно не будет А любимые песни там же все песни советские эстрады и в мыслях нет даже в мыслях нет Потому что, ну это мне тогда надо что, объезжать всех этих дочек Френкеля, Фраккина, Талматовских, Талмановских? Ну куда? А там их будет трое, а там их будет пятеро. Ну вот, их было трое. Вот, так что, но, глядя на свои вот эти музыкальные архивы, получается так, что вот эти два, вот эти два, как бы покрыли практически все, все вот эти наши плитафоны арбума центра, если вы следили так за релизами, первый релиз был, это вот запись трамвайного депо, первое, что мы переиздали, и потом пошло, 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 то есть вот эти два, они точно закрывают вот такие, ну что я сказал, Старье, грубо говоря, нет, номерные, номерные магитофонные альбомы, так, вот, которые я говорю, да, это вот есть альбом, потому что тогда еще переписчики, они что делали, они делали какие-то сборнички, то есть убрали центр, там, песен как-то настригли, еще такой центр, так, появлялись такие, почему у меня, я шучу, я шучу, что у меня 452 альбома, потому что вот из-за этих, то есть, я этот альбом не записывал, как центр, там они где-то что-то настригли, настригли, сделали какую-то подборочку, чтобы таксисту было, там, получишь, слушать, чтобы там не было песни, вспышка слева, вспышка справа, убиралась, вот, что-то добавлялось, вот, потом некоторые были какие-то, что-то вообще не цен, вообще кто-то еще, ну как, ну все это же распространялось в этих же ларьках, где там шла и вайкули, и теннис мягкий, вот этот, или как, ну кто он там, ну помню, если вы кто помните, это все шло по тем же, по тем же переписчикам, вот, а вы знаете, что это за публика была, переписчика, имейте представление, или нет, вот, что это вообще за класс был, ей было немного, вот у них была сеть, вот, вся страна, я помню, дал одному переписать эту стюарность этих линий, вот, буквально через неделю, она была вообще везде, как так умудраться, я еще скажу, накатушная метафона, вот, калорийная личность, но она и сам калорийной личности, парень был, переписчик, он был машинистом поезда, он работал на электровозе, и он ходил в этой, вот, в черной, вот в этой форме, вот тогда у него была форма, я ему дал эти катушки, и он туда сам возил, на этом же, на этом электровозе, вот, так что, в плане переизданий, вот, наверное, на сегодня, вот эти два, они, как бы, своего рода подводят черту, вот, под этими студийными альбомами центра, потому что, занимаясь, вот, этими всеми поисками, потому что, во многом, фонограммы, я свои собственные фонограммы брал у коллекционеров, вот это, кстати говоря, вот этот альбом, вот этот альбом, тут написано, огромная благодарность Александру Агееву, один из тех переписчиков, Саша Агеев, может, вы его тоже знаете, вот, он мне дал, мой же собственный альбом, чтобы я его отреставрировал, сделал новый мастер, и выпустил его. А вот новый альбом будет передаваться, который вот в Америке, пластикозаменитель? Так они уже издаются, они же изданы. Они изданы, они вот, вот такой же. Диджи-пакет? Да. Я не знаю, еще времени пришло пока. Ну, там у всего в таком... Как бы, есть такие идеи или нет? Или они уже есть, и все, и не надо их трогать? Идея есть вот какая. Я не знаю, вот, Союз раньше занимался таким. Вот, вы, наверное, видели. Ну, серии эти новые, да? Нет, они берут, вот, если у группы много альбомов, они берут все эти альбомы, как-то так вот, Боксет. Делают, да, боксет. Боксет, да, конечно. И форму в виде балалайки продается, коробка получается. Вот я видел какую-то, это, по-моему... Алиса есть аквариум. У Троицкого какая-то, в виде балалайки я видел что-то. Его книжка вот эта, про рок-музыку в СССР. Его какая-то лекция. И она такая коробка, вот, похоже, коробка из-под конфет. Формы балалайки, а там, значит, диски ватери. Вот такой, такой шел разговор. Ну, мы поживем, мы увидим, я не знаю, вот, в виде чего. А скажите, мой район будет переездан? Да я думаю, все будет переездан рано или поздно. Ну, так же посмотрим. А Брюлик-то, да, точно. Брюлик издавался, вот это был классический, девяностое, трехи девяностое. Он был издан на кассете, где песни были, вот, песни, песни кончались намного раньше, чем на. Чтобы вместиться вот на эту, ну, не знаю, там они... Поясом. Да-да-да, чтобы по стороне вот этой кассеты, аудиокассеты, вот. Я так слушаю, что, кончилось? Не, говорит, мы увели пораньше. Я говорю, а что, ну, что бы входило, вот, у тебя там, сколько там песен, они так не умещаются. Вот такой Брюлик выходил на кассеты, да, в девяностое годы, она, в девяностое годы, в девяностое годы, в девяностое годы, в девяностое годы, вот, ну, посмотрим, вот, он, наверное, остался вот один такой, как бы, без. Неистанно, конечно. Да, на диске, да. Ну, с другой стороны, вот эта кассета, вот, у меня сейчас пару кассет есть, они ужаснейшие, жёлтые, какая-то такая обложка, наверное, сделаны. Вот девяностое. Жёлтые, да. Да, жёлтые, да. Жёлтые, вот, в таком-то целлофане, вот, на горбушке, вот это. Горбушки, да. Да, вот, это, типа, такое винтажное, вот, горбушечное изделие. И вот, даже как-то рука не поднимается, вот, она то разрушится. Они же где-то есть, их напечатали много тогда. Ивана, как-то, наверное, пожевалась уже, там, съел её это в машине.